Здравствуйте, уважаемые зрители! Новое небольшое видео по Гроссхопперу. И сегодня я покажу вам как делать такие вот панели. Конкретно в этом примере задача стояла сделать именно такой вот древесный паттерн. Но принцип может быть абсолютно любой. То есть рисунки там хоть цаплю, кого угодно. То есть вот такую какую-то вещь надо было сделать. Достаточно забавная тема. Тут металлические панели, в которых при помощи отверстий делается такой рисунок. Сам скрипт ссылка есть в описании, можно скачать. Здесь все достаточно просто. Тут, вот там сейчас скроем. Несмотря на то, что тут он тяжелый в плане того, что много отверстий, поэтому подвисает. Тут у нас вот так это готовое. Вот у нас базовый серфейс, который был в плоскости стены у нас сделан. Вот оно же. То есть дальше мне нужно было сделать воздушный зазор. Оффсет. То есть буду сейчас это отключу. Поэтапно вам показывать. То есть задал смещение на необходимую мне величину воздушного зазора. Создал сетку. И тут при помощи матч-сэмплера закинул картиночку. То есть параметры вот такие. Чуть-чуть снова потупим. Повторюсь, много геометрии, поэтому подвисает. Поэтому тоже наберитесь терпения, если у вас не прям мега-мега мощный комп. Сюда вы можете вставлять любое изображение. Дальше тут, собственно, так-так-так-так-так. Давайте вот это скроем пока что. На основе точек мы поставили сферы, фактором масштабирования которых является, собственно, image-sampler. Наша с вами сфера. Это, кстати, можно забить. Вот. Ну и потом мы просто сферу вычитаем из нашего Surface и получается панель. Я не буду сейчас демонстрировать, потому что вычитать оно будет минут 5. Нет смысла. Вот. Тут это показано общим куском металла. Общим куском металла. Если взять панелизацию, то можно, например, было бы поступить таким образом. Вот мы берем вот этот Surface и при помощи ланчбокса разбиваем его на панели. То есть вот что у нас бы получилось с вами. Да. То есть их можно немножко отмасштабировать там все дела. Вот. Чтобы у нас были, ну, типа, зазоры, швы и так далее. Но я, опять же, не стал этого делать, потому что это был учебный проект. Цель прямо настолько детально не стояла проработать. Вот. И поэтому я сделал упрощенный вариант. Здесь показал. Вот. Но если, допустим, нам нужно более детально, чтобы шовчики были вины, то вот через плагин LaunchBox мы делим на сегменты. Можно потом еще отскейлить. Отскейлить сами панельки. Повторю, чтобы сделать швы и все будет отлично. Надеюсь, это видео было вам полезно. Спасибо за внимание. До свидания.